Ребята, всем привет! Я нахожусь во Франкфурте на Одере. Сейчас иду пешком в Польшу. Вот, покажу вам, собственно, Франкфурт на Одере, Одер и Польшу. Вороны орут, я не выспался. Это, короче, спальный крутой район, элитный спальный район Франкфурта на Одере. Франкфурт, я даже заговариваюсь, Франкфурт на Одере. На самом деле не очень большой город, здесь население всего 60 тысяч. Ну, пока я особо его еще не разглядел, в общем, сейчас я вам все покажу. Забыл сказать, что Франкфурт на Одере, это вообще ворота на восток. То есть, прям город расположен на границе с Польшей. Вот, и то есть, переходишь в Одер, и ты в Польшу. Ну, вот сейчас я вам покажу, как должна выглядеть граница, если у тебя нормальный сосед, не психопат. То есть, вот вы увидите. В 97-м году здесь было лютое наводнение. Тут даже установлены небольшие мемориальные таблички. Одер вышел из берегов, и вообще все затопило. То есть, вот эти дома все были затоплены. Франкфурт на Одере был в ГДРовские времена, ну, точнее, во времена после Второй мировой войны в составе ГДР. Вот это был, типа, местный клуб. Он брошенный, стоит еще с тех времен, никому не нужен. А так, рядом вот такие цивильные виллы, где живут вполне обеспеченные люди. Район вообще считается элитный. Сквер. И вот здесь, в парке, стоит памятник советскому солдату. Вот, смотрите. Так что, если там что-то российская пропаганда орет о том, что все снесено, пожалуйста. Вот стоит спокойно памятник, неизрисованный. Со звездой. И с русскими буквами. Сейчас подойду поближе, прочитаю. Вечная память воинам советской армии, отдавшим жизнь за свободу и независимость СССР. Я направляюсь в сторону центра. Это Баптистская церковь Гертеруды называется. Так мне сказали. Вот тут букинистическая лавка. Все по 50 центов. Еще и внутри можно зайти. Дофига книг. Даже вон огромные всякие. Здание почты. Красивое здание просто. Судя по всему, старинное. Кирпич старый. Это я уже в центре. Советская высотка. Гостиница Интурист. Ну, просто похоже. Такие типичные советские гостиницы. Здание местного университета. Виадрина. Торговый центр напротив. Мариинская церковь. Старинная. Во время войны отсюда русские вывезли стекла, как трофей. Я не знаю. Были, видимо, красивые стекла. И их забрали с собой. Похитили. Вот. Но говорят, что уже вернули. Сейчас я зайду внутрь и там сниму. В церквях всякие инсталляции, еще картины. Офигенно. Это живо. А вот, собственно, об этих стеклах была речь. Которые вернули. Тут не видно отсвечивать. В общем, цветные стекла красивые. Их в советское время вынесли. Но уже вернули. О, ребята, тут висит, короче, портрет ктууху. Ктуухуизм. Это, ребята, типа городская администрация. И сразу же в ней музей. То есть два здания рядом. Музей современного искусства и администрация. Это центральная площадь Франкфурта на Одере. Одер Хена. Это местное кабарет. Тут всякая политическая сатира. Вот изображен петух. Петух это вообще символ Одера. Ну, Франкфурта на Одере. Фонтан. А тут такой канал, который идет к лестнице с фонтаном. Русский магазин Матрешка. И стоит флаг Казахстана и Украины. Слава Украине! Вот здесь есть триколор. Два с половиной евро. Самое ценное в русском магазине это крупы. Гречка стоит евро и 70 центов за 400 грамм. Пшенка 95 центов. Тоже книги букинист. Донцов в русском букинисте. Ну и прочий ад. Советская полусладкая. Два евро 99 центов. Байкал. Таких магазинов по Германии много. Поговорил с хозяином магазина. Он же продавец. Сказал не то, чтобы как бы дела идут в гору. Но жить с этого можно. Периодически приходят. Я сейчас у него мороженое купил за 60 центов. Нормальное, вкусное, обычное российское мороженое. Хотя местное, немецкое, на порядок вкуснее, я считаю. Вот обычные жилые дома в центре ГДРовской постройки. Трехэтажные. Пешеходная улица. Сейчас во двор зайду, покажу. Первые этажи не застекляют. Ребят, иду пешком в Польшу. Польша будет в следующем видосе уже. Поэтому подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч. До новых встреч.